Ну и узнав, что нынешняя библиотечная ночь будет посвящена Станиславу Лему, я согласилась прийти, меня попросили прочитать такую обзорную лекцию о творчестве Лемы и сказали, что дальше вас ждет спектакль по одному из лемовских текстов. Это, конечно, все очень хорошо. У меня есть презентация, не очень, наверное, вам все это видно, но тут в основном будут картинки, текстов немного, все, что нужно, я скажу голосом, а если кого-то заинтересует презентация, я ее оставляю организаторам и разрешаю распространять свободно. Ну вот этот первый слайд напоминает нам о том, что Станислав Лем представляет все-таки польскую литературу и, так сказать, семью славянских литератур. На этом слайде, конечно, не все и, конечно, только в русских переводах, но знаменитые произведения славянских авторов... Солярис, да, вы видите, здесь есть Лем, и он занимает не менее известное такое место, чем «Похождение бравого солдата» Швейка или, скажем, там «Хазарский словаль» Милорада Павича. Но вот если бы мы с вами разговаривали именно с любителями фантастики, то в таких не очень интеллектуальных фэндомовских кругах могли не знать, что Лем — поляк. Могли отнести его, например, к англоамериканской фантастике, science fiction, поскольку речь идет о космосе, о роботах, о будущем человечества. Ну или чаще, конечно, Лема включает в такую семью восточноевропейских фантастов, которые писали после Второй мировой войны в традициях фантастики советской. Ну, на всякий случай напомню, что существует множество классификаций фантастики. Сейчас их стало еще больше, нет никакой единой общепринятой, но я придерживаюсь традиционной для отечественного, еще советского литературоведения, классификации, которая всю фантастику делит на две большие группы текстов, два типа фантастики. Один — это фантастика научная, американский аналог science fiction. Это фантастика, которая основана на так называемой рациональной посылке, то есть на допущении о чем-то, чего не существует в современной реальности, но что в этой реальности вполне может появиться. Фотонные звездолеты, путешествия в дальний космос, машины времени и так далее и тому подобное. Противоположный тип фантастики не имеет, к сожалению, в нашей научной традиции общепринятого названия, просто потому, что на протяжении большей части XX века, ну, после революции 1917 года, этот тип фантастики официальной критикой не очень признавался. Он считался либо принадлежностью загнивающей западной литературы, всякие монстры, ужасы сверхъестественные, либо принадлежностью прошлого нашей русской и славянских литератур, то есть бытовали термины фольклорная фантастика, волшебная фантастика, сказочная фантастика в детской и подростковой литературе. Во взрослой серьезной литературе считалось, что этого явления не существует. Когда в начале 90-х годов к нам в страну массово кхлынули переводы зарубежных авторов, условно говоря, Толкиновской традиции, Легуин, Биконли, многие с ними, то пришел в нашу традицию и западный термин фэнтези. И вот сейчас он стал уже очень распространенным. Интересна была история его адаптации. Он употреблялся у нас во всех трех грамматических родах. Она фэнтези, он фэнтези и оно фэнтези. И, соответственно, постепенно, чисто на волне читательских пристрастий, все-таки фэнтези стал термин среднего рода, ну, как большинство слов иноземных, да, такой формы. Но я по старой памяти употребляю его в женском роде, потому что впервые у меня этот термин появился как раз в кандидатской диссертации 91-го года. Тогда его еще не было. Я его записывала в оригинале, латиницей, и считала, ну, фантастика, она, значит, и фэнтези, она. Поэтому простите мне эту вольность. Здесь мы имеем дело с фантастикой сверхъестественного, то есть фантастическая посылка не является рационально объяснимой, научно доказуемой. Если говорить совсем просто, то научная фантастика о том, чего не бывает, ну, может быть, фэнтези или волшебная фантастика, о том, чего заведование может быть в известной нам реальности, да, обычно говорят, научной картине мира, ну, скажем так, в той научной картине мира, которая присутствует в голове среднего читателя. Ну, конечно же, здесь возникает вопрос, а зачем в серьезной взрослой литературе, да, придумывать всякие вымыслы, то, чего не бывает и быть не может, но это нас далеко уведет от темы лекции, хотя, возможно, частично на этот вопрос и лекция тоже ответит. Ну, иногда в отдельный тип выделяют приключенческую фантастику. Я не склонна так делать, потому что считаю, что приключенческий элемент необходим в любом хорошем фантастическом тексте. И, конечно, еще всегда возникает вопрос, а вот утопия и антиутопия, да, в литературе XX века в современной, они к какому типу фантастики относятся. Там такой сложный научный ответ, но для простоты могу сказать, что я лично в рамках моей исследовательной концепции, в общем, практически все утопии, антиутопии XX-XXI веков отношу к научной фантастике, фантастике рациональной посылки. Но тоже не все так просто. И в рамках научной фантастики, science fiction, опять-таки, если вы будете смотреть сайты специализированные, вы обнаружите множество разновидностей научной фантастики, но все их можно свести к двум основным. Они называются твердые и мягкие, технические и гуманитарные, чистые и, не знаю, какой антоним подобрать, но чаще всего вот эта вот мягкая гуманитарная фантастика в нашей научной традиции называется социальной или социально-философской фантастикой. Опять-таки, много споров, разные ли это типы, или это подтипы, чем различается. Если говорить просто, скажу так, что и то, и другое – это фантастика рациональной посылки, она рассказывает о потенциально возможном, но твердая, жесткая, чистая научно-техническая фантастика больше интересуется прогрессом, развитием технологий. Мягкая гуманитарная социальная фантастика больше интересуется последствиями прогресса для человеческого общества, то есть взаимоотношением человека и науки, человека и техники. Она о людях. И если мы посмотрим именно на традицию социальной или социально-философской фантастики, то вот здесь-то, конечно, видное, достойное место займут и поляк Станислав Лем и чех Карл Чапок. Ну, знаете, наверное, что научная фантастика, фантастика рациональной посылки возникает совсем не так давно, в середине XIX столетия. Нет точной даты, можно, конечно, отчитывать от первых романов Жюль Верна, но рациональные посылки встречаются еще чуть раньше, скажем, у Эдгара По. Неважно, XIX век, век науки, век прогресса. Кажется, что вот-вот будут раскрыты все тайны Вселенной. Уже идет усталость от эпохи романтизма. Всем надоели литературные сверхъестественные персонажи. И всем хочется чего-то земного, прагматического, объяснимого, возвышающего человека. И вот на этой волне общественного оптимизма рождается научная фантастика. Сначала именно научная, научно-технического типа у Жюля Верна. Ну, а потом, ближе к концу столетия, англичанин Герберт Уэллс, воспитанная на английской классической традиции, приспосабливает вот эту научную, рациональную посылку к интересам большой литературы. Ну, а большая литература всегда о человеке, всегда о понятии человек, всегда о том, кто мы, что мы, для чего мы живем. И вот в романах Уэллса 1890-х годов «Машина времени», «Когда спящий проснется», «Война миров», «Остров доктора Мора» и других, вот в этих романах впервые начинают задаваться вопросы, а во что, так сказать, научный прогресс обойдется человеческому социуму. Ну, а дальше эту же традицию подхватывают другие европейцы, Олаф Степлден со своими знаменитыми эпопеями, «Последние и первые люди», «Создатель звезд», Карл Чапок с его пьесы «О роботах Эруэр», которая в 1921 году дарит человечеству термин «робот». Робот – чешское слово, от чешского робота, но тоже об этом сейчас не все помнят, поскольку на слуху роботы Азимова, роботы Лема, они другие, у Чапковских роботов не совсем на них похожи. Но вот эта проблема – человек и существо, подобное человеку, тоже разумное, может быть, внешне похожее на человека, но человеком не являющиеся, и, соответственно, взаимоотношения с этим существом – это вот у нас с вами от Чапока. Ну, а в современной фантастике, конечно, очень широко. Дальше, конечно, традицию перехватывает именно литература советская, наша, отечественная, которая, пройдя нелегкий период так называемой фантастики ближнего прицела, в 40-е и 50-е годы, когда фантастам не разрешалось далеко летать мыслью, а надо было описывать то, что уже изобретено, или вот-вот будет изобретено. Наконец, вот этот период фантастики ближнего прицела сменяется расцветом восточноевропейской, советской фантастической традиции, традиции именно социальной фантастики и открывает дорогу в эту эпоху нам Иван Ефремов своим романом «Туманность Андромеда», потом романом «Час быка» и другими романами. Ефремов, к сожалению, уходит из массового читательского сознания. Не всем его тексты, так сказать, доступны и интересны. Я регулярно в Московском университете читаю межфакультетские курсы о фантастики. Это такой бренд наш, МГУ. Раз в неделю на всех факультетах у нас занятие на полдня снимается, и студент имеет право отправляться на любой факультет и слушать любые лекции, не по своей специальности. Ну, конечно, эти лекции специально готовятся, и лекторы специально подбираются так, чтобы этой лекции можно было услышать, даже не будучи специалистом, и понять. И вот я там регулярно объявляю темы, связанные с фантастикой, и собираю довольно неплохую аудиторию. Было у меня и 600 человек, но сейчас поставили планку ниже 300, потому что аудитория у нас не выдерживает такого наплыва студентов. Ну, в общем, фантастикой люди интересуются. И ко мне приходят обычно представители всех факультетов, я их прошу там представиться письменно, и больше почему-то всегда естественников, а не гуманитариев, как можно было предположить. И каждый год я им задаю какие-то вопросы для письменных ответов, и обязательно бывает вопрос ваш любимый фантастический писатель, писатель-фантаст, ваш любимый фантастический текст. И вот Станислав Лем всегда попадает в первую десятку. Всегда он там, позиции меняются, третья, четвертая, пятая, шестая. Могут меняться тексты, но, как правило, это Солярис, может быть, пилот Пиркс. Иногда мелькает Кибериада, сказки о роботах. Чапок, как правило, не попадает в десятку, но где-то он присутствует в пределах второй, третьей десятки позиций. Ну, а вот, к сожалению, Ефремов уже практически нет. То есть это где-то там в первой полусотне, может быть. И в основном, конечно, Туманность Андромеда. А очень жаль, потому что законодатель мод в социальной фантастике второй половины XX века именно Иван Ефремов. Ну, а дальше, конечно, Стругацкий. С ними все в порядке. Их знают, их любят. Они всегда на первой позиции. Такая вот благородная получается лотерея. Первое место чередуется. На него попадает то зарубежный фантаст, то вот Аркадий Борис Стругацкий. Но из зарубежных фантастов это Роулинг была стойка все последние годы, конечно. Ну, Толкиен может попасть. Да, то есть, ну, вот такие авторы. Кинематограф очень влияет. Ну, а из нашей отечественной фантастики это всегда Стругацкий. Правда, достаточно с ограниченным набором текстов. И если для меня вот минимум у Стругацких это все-таки, наверное, пикник на обочине. Да, там, ну, трудно быть богом, куда же без него обитаемый остров. То нынешние дети это град обреченный всегда на первом месте. Дальше, ну, пикник может мелькнуть. Обитаемый остров благодаря экранизации, конечно. То есть, они знают не литературную, а киноверсию. Ну, в общем, поздние Стругацкие как-то сейчас даже больше, чем вот такие зрелые Стругацкие. Ну, а Лем, скажем так, достойно представляет ту же самую традицию вне СССР, но в поле восточноевропейской фантастики. Хотя, не знаю, если бы вот здесь он сидел в соседнем кресле, согласился ли он с такой трактовкой бы. Потому что сам он предпочитал вести полемику с фантастикой Запада. И это была жесткая полемика. Есть в биографии Лема один очень интересный эпизод. Может быть, вы все его тоже знаете. Но сначала о биографии Лема как таковой несколько слов вообще. Вот писатели бывают разные. Их можно условно разделить на две группы. Одна группа – это писатели с очень яркой, насыщенной приключениями и переживаниями автобиографии. Ну, вот если брать из чешской литературы, это Гашек. Это довоенная богемная жизнь, военные приключения. Попал в Россию, стал членом Российской коммунистической партии большевиков. Прошел с Красной армией до Сибири, вернулся на Родину и так далее. А есть писатели, у которых в жизни вроде бы никогда ничего не происходило. Обычная, нормальная такая повседневная жизнь. Тот же Чапок. И вот Лем как раз относится ко второй группе писателей. И даже странно, как именно такие, казалось бы, непримечательные по жизни люди пишут такие яркие, фантастические тексты, как Чапок или Лем. Если у Лема был драматизм, то это в юности в основном. Он родился во Львове в семье врача, уважаемого, стоятельного человека. У Лема есть очаровательные произведения о детстве. Это, прежде всего, «Высокий замок» роман. Такое реалистическое бытописание в традициях польской литературы 30-х годов. Чем-то наш улица похожа. «Маленький мир детства», «Улицы старого Львова», «Дома», «Мир семьи», «Мир гимназии». Ну и есть эссе «Моя жизнь», очень интересный текст, который Лем писал в Берлине в период своей краткой эмиграции. Видимо, решил написать большую развернутую автобиографию, по-моему, по просьбе одного из западных издательств. На первых страницах он еще рассказал о военном детстве и обучении, а дальше перешел на разговор о том, что такое научная фантастика, чем плоха американская science fiction. И только в конце этого текста спохватился, ой, что же это я, и сослался на Эйнштейна, который когда-то сказал, что моя автобиография – это мои теории. Биография Лема – это тоже его духовное искание. Когда Лем был студентом, началась Вторая мировая война, несколько раз сменилась власть в его родном Львове. Лем по крови еврей, в принципе, должен был бы погибнуть в фашистских концлагерях, погибла большая часть его родственников, но поскольку отец Лема действительно был очень авторитетным, любимым всеми врачом, ему сделали фальшивые документы, и по этим фальшивым документам семья пережила войну. Лем принимал участие в польском сопротивлении, был юным подпольщиком, связным, и тоже у него был эпизод, который, казалось бы, должен был кончиться очень плохо, как раз Лема об этом вспоминает в эссе «Моя жизнь». Он нес какие-то там секретные материалы, ему дали пистолет и строго-настрого велели не садиться в трамвай, не пользоваться общественным транспортом. Но было далеко, вечерело, и он таки сел в трамвай, трамвай был набит, он стоял в дверях и за ним на подножку вскочил и тесно к нему прижался, чтобы не сорваться. Местный полицай украинский, если бы, конечно, он нащупал у Лема под пиджаком пистолет, все бы кончилось, наверное, плохо. Но вот какая-то счастливая случайность Лема спасла. Если можно, вопросы в конце. А дальше Лем заканчивает университет, он готовится быть врачом, семья переезжает из Львова в Краков, и, собственно, этот город остается для Лема родным на всю жизнь, если не считать восьмилетнего периода эмиграции. Ну, не эмиграции, Лем уехал из Польши, а потом вернулся. То все остальное у Лема связано с Краковым, в общем-то, практически с двумя местами. Один – это скромная комната, где ютила вся семья послевоенные годы, другой – небольшой домик, где Лем поселился уже с супругой. Женился он в 1953 году. Почему Лем не стал врачом, а стал фантастом? Этот вопрос самого Лема мучил всю жизнь. И не только в эссе «Моя жизнь», в романе «Высокий замок», но и в очень многих своих фантастических текстах Лем рассуждает, почему он стал писателем вообще и почему он стал писателем-фантастом. Ну, он с детства любил всякие вымышленные истории о несуществующих землях. Почитайте «Высоком замке» – это очень интересно описано. Но все-таки повлияла, видимо, очередная случайность. Лем к случаям относился очень пиететно. Он, когда закончил уже университет, попал в члены научного кружка профессора Хайновского. Это был такой коллектор, куда поступали книги западные на западных языках и оттуда уже перераспределялись по университетам польским. Но это было редкостью все. В социалистической Польше западные издания, конечно, не очень поощрялись. И у Лема появилась уникальная возможность, прежде чем эти книги отправлять дальше, их читать. И он читал по-французски, читал по-немецки, выучил английский язык специально, чтобы читать эти книги. И началось его увлечение наукой как таковой, теорией науки, философией науки, историей науки. И вот из этого уже действительно выросли все лемовские тексты. Ну и, собственно, вот и все. А дальше тернистый путь писателя. Что-то публиковалось, что-то не очень. Лем подружился с американским сообществом, научным фантастом. Был его почетным членом. Ну вот вел там себя очень странно. Лем современную ему американскую научную фантастику критиковал. Хотя вроде бы это уже эпоха Кэмпбелла, это уже Урсула Легуин, это уже начало новой волны. Но не все доходило до Польши, не все печаталось именно в научно-фантастических журналах. И, в общем, Лем критиковал ту традицию еще до Кэмпбеловской американской научной фантастики, которую он считал, справедливо, в общем-то, считал, низкого литературного уровня, приключенческого в основном, ну таким чтивом, рассчитанным на незамысловатого читателя. А вот Лему, как человеку с высшим образованием, как человеку, интересующимся наукой, открывались совершенно другие фантастические горизонты. Ему хотелось писать не так. И вот он пробовал писать не так, пробивая новую дорогу, в общем, эволюционировал. Он ушел по пути Уэллса, он всегда никогда этого не скрывал. Ну и, в конце концов, американское сообщество научных сантастов его из своих рядов исключил. Это была бурная история. Если вы захотите, вы найдете. Об этом есть и научные статьи, и научно популярные, как Лем поссорился с американскими фантастами. Ну, конечно, поздний Лем уже очень известен. Он известен и на Западе, и в Польше. Вы видите, сколько у него было наград и почетных званий. Но все-таки не без гордости можно сказать, что лучше всего Лема звнали в СССР. Лем переводился очень активно. Ему очень повезло с переводчиком, переводчиками. И одними из первых из Восточной Европы мы напечатали первое полное собрание сочинений Лема. Это 90-е годы ранние. Текст издательства. Вот у меня оно в бумажных обложках на полке и стоит. Ну, а так вы видите, что книги Лема переведены на несколько десятков языков. Вот эта цитата из Лема о том, что подлинная автобиография его – это его нелегкий духовный труд. Ну, и если посмотреть, какие литературные влияния на себя Лем признавал, то вот здесь мы видим именно представителей научной фантастики и в ней социально-философской традиции Уэллс, Степплдон. Ну, а кроме этих фантастов еще Лем всегда признавал, что его многие тексты написаны под влиянием работ Норберта Виннера, родоначальника кибернетики, Клода Шеннона, математика, и Соло Беллу, если брать представителей серьезной реалистической литературы. На этом слайде я привела вам самую известную цитату о том, почему Лем выбрал научную фантастику как сферу своего литературного творчества. Конечно, опыт военных лет, гибель родных, трагедия еврейского народа, вообще то, что происходило в Европе, на его родной Украине, в Польше, очень сильный след оставила в памяти Лема и навсегда поставила перед ним, как писателям и философам, вопросы, как могло произойти вот это массовое уничтожение людей, потеря человеческого облика, что такое фашизм, где его корни. И Лем считал, что художественная литература после Второй мировой войны не может остаться такой, какой она была раньше. Она уже не должна заниматься индивидуальными судьбами, конкретными личностями, любовными, интимными переживаниями. Она должна отвечать на главные вопросы, что такое человек, где границы этого понятия, зачем человек живет на Земле. И у Лема, как и у других научных фантастов, в произведениях герой всегда коллективен. Центральный персонаж представляет человечество, не польскую культуру и традиции, не восточноевропейскую, а человечество Земли в его полемике, конфликтах, взаимоотношениях с другими представителями разумного космического сообщества. Творчество Лема очень многогранное. Вообще-то надо было бы читать, наверное, три таких лекции. Лем-писатель, Лем-философ и Лем-социолог. Потому что и в философских, и в социологических кругах Лем известен не меньше, чем в кругах литературных. Но поскольку все-таки я именно литературовед, и у нас ночь в библиотеке иностранной литературы, мы, конечно, с вами прежде всего говорим о Леме-писателе, писателе-фантасте. На этом слайде я привожу название наиболее известных произведений Лема. Отчасти, конечно, это вкусовая подборка. И то, что вы слышите от меня, это, так сказать, мой Лем. То, что я читаю и прежде всего люблю у Лема. И, конечно, судьба всех этих романов неоднозначна. Почему три выделены красным? Сейчас попробую пояснить. Это романы, продолжающие одну тематико-проблемную линию. Но сначала немножко о другом. Магелланово «Облако» относится к раннему творчеству Лемы. Это не единственный ранний роман. Были еще астронавты, были еще непобедимы. Но вот эти ранние свои тексты Лем не любил. По крайней мере, он их не любил в 80-е, в начале 90-х годов и даже запрещал переиздавать. И вот когда издательство текста у нас начало публикацию собрания сочинений Лема, оно оговорилось в предисловии, что Магелланово облако там не будет. Но Лем стыдился, видимо, слегка этого романа в эпоху перестройки, польской солидарности, бурного расставания, так сказать, социалистическим прошлым. Потом этот роман был опубликован в собрании сочинений в дополнительном томе. Сейчас вполне переиздается. Не знаю, насколько читается в топ-рейтингах, я его не вижу, название. Но если прочитать, то ничего крамольного и соцреалистического в романе нет. А я когда-то этот роман очень любила, совершенно безотносительно к соцреализму. Там речь идет о коммунистическом будущем человечества. Будущее коммунистическое Лем примерно себе представляет в тех же традициях и красках, что у нас Ефремов и Стругацкие. Развернутой картины этого коммунистического будущего Лем нигде не дает. Но предполагается, что герои романа «Магелланова облака» представляют именно коммунистическое человечество Земли. То есть они летят в космос как посланцы всей планеты. За исключением этого ничего там такого идеологического нет. Но меня завораживала сама картина. Вот этого гигантского звездолета Гея, который долгие годы странствует в космосе. Настолько долгий, что там сменяются поколения людей, рождаются и вырастают дети. И экипажу, там несколько сотен человек, создается такая очень комфортная среда обитания. Внутри звездолета есть парки, есть бассейны и водные пространства. Есть даже средневековый город, небольшой такой населенный пункт с домишками из европейской старины. Там идет жизнь и научная, и культурная. Пишутся новые музыкальные произведения, концерты. Люди знакомятся друг с другом, что-то обсуждают. Мне все это очень нравилось. Я это читала, как какой-нибудь реалистический роман, только в таких космических декорациях. Ну и, пожалуй, единственный эпизод, когда там вообще звучит слово «коммунист», тоже у меня никаких возражений не вызывал. Эта сцена описывает ностальгию, которая одолевает все равно земной экипаж. И часть людей с менее устойчивой психикой собирается по вечерам в каком-то странном месте возле люка кормового, где нет ни диванчиков, никаких условий для таких сборищ. И кто-то из экипажа соображает, что просто этот люк – это последняя точка звездолета, обращенная к Земле. То есть это самая близкая к Земле точка звездолета. И вот этот член экипажа приходит туда и обращается к этим людям с такой речью, призывая их помнить, что они представляют человечество Земли. И вот он им говорит, что какие же вы коммунисты. Это, собственно, все, что связывает роман с коммунистической идеологией. Ну вот этот роман начинает очень важную для Лема тему, может быть, даже центральную в его творчестве, эту тему человека в космосе, психологии человека, приспособленности или неприспособленности к космосу, человеческой психологии. И вопрос о том, кого мы встретим в космосе и как мы будем строить свои отношения с тем, кого мы встретим. И финальный эпизод «Магелланово облако» повествует о том, что встреча произошла, звездолек достиг конечной точки своего маршрута, он направлялся к ближайшей к нам звезде с планетами и застал там разумную жизнь, контакт установлен. Мы не знаем, как выглядят эти инопланетяне, мы не знаем, как будет развиваться этот контакт, но вот такое оптимистическое завершение этой ранней Лемовской утопии. Затем Лем вернулся к этой теме в своем главном, наиболее известном романе «Солярис» 1961 года. И вот здесь уже это роман о контакте и роман, который стал такой реперной точкой, одной из опорных точек в истории фантастики, не только восточноевропейской, но и мировой, открыв совершенно новый поворот темы «Встречи с инопланетянами». Тема была известна еще со времен Марсиан Уэллса, затем чрезвычайно широко эта тема рассматривалась американской фантастикой начала XX века. И успел сложиться к моменту появления Соляриса некий англо-американский западный стереотип о том, что в космосе мы можем встретить существа любого облика и любой степени разумности, но схем поведения, схем контакта всего две. Если отличиться от деталей, мы будем с ними либо воевать, либо торговать. Первое, так сказать, предпочтительнее, не предпочтительнее, потому что мы так хотим, а по частотности. То есть, скорее всего, мы в космосе встретим врагов. Ну и вот этих врагов, если брать такую фантастику желтую, бульварную, то врагов незамысловатых, у них, как правило, щупальца, они покрыты зеленой слизью, да, очень часто используются насекомые или отдельные черты земного мира насекомых для конструирования вот этих фантастических монстров. Они либо нападают прямо, либо хитро прячутся, либо подделываются под землян. Мы это все знаем по кинематографу западному, в том числе и современному. И вот интересно, если вы видели экранизацию западную Соляриса, две были основных экранизации, наша Тарковского и западная, то вот западная Солярис интерпретирована именно в традициях вот этих злобных инопланетян, которые уничтожают экипаж земной станции, принимают облик членов экипажа, ну и охотятся за главным героем. Я когда это смотрела и увидела эпизод, где просто один из убитых землян был засунут в какую-то нишу и залит вот этой зеленой снизью, но дальше я расхохоталась и смотреть все это не смогла. В общем, уже была такая традиция, она очень не нравилась нашим хорошим фантастам. С ней полемизировал Ефремов. Если вы знаете повесть Ефремова «Сердце змеи» Корсерпентис, то она написана в полемике с повестью американского фантаста, не очень известного, но в свое время весьма популярного, Мюррия Лейнстера, «Первый контакт». И вот в этой повести «Первый контакт» Лейнстер впервые попытался отойти от стереотипа «Если встретишь инопланетянина, убей его». Он описывает ситуацию, когда где-то на окраинах нашей галактики совершенно случайно земной звездолет, который там с исследовательской целью, встречается с инопланетным звездолетом. Вероятность такой встречи немыслимо мала, но бывает же. И два звездолета зависают в пространстве недалеко друг от друга, налаживают общение, дешифровывают языки. Там гумантоидная цивилизация тоже такого земного типа. И встает вопрос, что дальше. По идее, надо дружить, но все осторожничают. Разлететься по своим планетам и уговориться, что встретимся здесь через сколько-то лет, тоже страшно, потому что вдруг тот второй звездолет последует, прячась за первым, придет к родной планете Землян и устроит космическую экспансию. Они-то говорят, что не устроят, но мало ли. А те тоже так же думают о нас. Ну и патовая ситуация. По идее, надо взрывать оба корабля и, так сказать, закрывать дорогу к этим цивилизациям. Ну, конечно, американский фантаст придумывает чисто американский выход. В команде корабля находится хитроумный герой, который придумывает, что звездолетами надо поменяться и лететь на чужом. Ну, атмосфера немножко разная, но можно там что-то придумать. Зачем? Потому что можно очень хорошо стереть все карты, все навигаторы вывести из строя и лететь, так сказать, на ручном управлении. И тогда тени смогут последовать, пока они там разберутся. И в итоге все хорошо, никто совсем не умер. Два звездолета разлетелись. В общем, обе планеты выжили. Но это вот и все, на что отважилась американская фантастика. Возмущенный Ефремов в повести «Корсерпентис» воспроизвел очень точную ситуацию и ту же самую. На дальних окраинах космоса встретились земной инопланетный звездолет, оба прибыли наблюдать вспышку сверхновой. Но, естественно, поскольку это советский фантаст, никаких подозрений. Коммунистическое человечество Земли раскрывает свои объятия гуманоидным братьям. Они другие, по химическому составу, у них тоже другая атмосфера. Но все эти трудности преодолены. Они встречаются. Там между ними такая энергетическая завеса, которая не позволяет сливаться атмосферам. Но они стоят вплотную, они демонстрируют дружелюбие. И ясно, что это будет братский союз двух миров. В этом поле этих двух полюсов и работал Лем. У него была возможность склониться к американскому полюсу, уничтожить, обмануть, в лучшем случае договориться об обмене технологиями. Или вот советский полюс, дружба, братство, совместное космическое построение эпохи всеобщего разума. Лем выбирает совершенно третий путь и открывает в фантастике совершенно третью дорогу. Сейчас это Торная дорога, это такое шоссе, М4 дом. Кто только по нему уже не ездил. Выездили его до дыр. Ничего нового там уже не придумаешь. Но тем не менее, именно в лемовской традиции возникают и в последние годы новинки, которые вызывают бурное обсуждение. И тоже попадают в топы рейтингов. Например, Питер Оц, «Сложная слепота», роман, вызвавший множество споров. Вот та самая лемовская традиция, начатая Солярисом. Если опять-таки отличиться от деталей, Лем говорит нам о том, что в космосе мы сможем встретить что-то такое, что мы не сможем однозначно отнести ни к друзьям, ни к врагам, ни к торговым партнерам. Что-то такое, что кажется недоступно нашему пониманию. Ну, конечно, сейчас с высоты уже нашего века Солярис выглядит наивным, таким упрощением. Подумаешь, что там непонятно. Вот у ОЦ вообще непонятно. Мы вступаем в контакт с инопланетянами, разумными явно, судя по тем конструкциям, которые они в космосе возводят. Но не имеющим, даже не знаю, как это сформулировать. Интеллект есть, а личности нет. Не имеющим субъектности. Их нет в нашем понимании. Субъектов, с которыми можно вести переговоры. А что есть? Тем не менее, контакт как-то развивается. Кажется, что вот-вот мы их поймем. И потом страшное вот это открытие в финале. В общем, некого-то понимать. Но это надо читать. ОЦ это так не перескажем. Ну, а что мы видим у Лема? Мы видим великолепную такую гипотезу о том, что в космосе есть планета. Она была случайно открыта во время массового поиска. Планет с подходящей землянам и экологией сначала не вызвала никаких эмоций. Открыли, назвали каким-то индексом, записали. В каталоге двинулись дальше, потому что планета была признана необитаемой. У нее почти нет суши. Там какие-то небольшие островки, которые то скрываются под толщей океана, то выступают на поверхность. Ну, а в основном вот этот океан, хотя он состоит не из воды. Это такое сложное химическое соединение. Но мало ли какие сложные химические соединения мы в космосе встречали. Потом начинают планеты интересоваться астрономы, потому что выясняется, что у нее нестандартная орбита. Планета находится в системе двух Солнц. Их притяжение должно было давно эту планету расколоть на части. А она себе вертится, и вертится по устойчивой орбите. И что-то эту орбиту стабилизирует. Начинает разбираться, что. Причем речь идет о будущем человечества, когда человечество уже освоило технологии перемещения, пребывания в дальнем космосе. Но стабилизация орбита планеты даже для этого будущего человечества это немыслимая, нерешаемая проблема. Ну а вот этот самый океан, потому что кроме него на планете никого нет и ничего нет. По-видимому, как-то стабилизировать гравитационное поле планеты умеет. И сразу же на Земле начинается всплеск эмоций, самые разные гипотезы. Перед нами супермозг. С ним надо установить контакт, его надо изучить под микроскопом. Планета получает наименование Солярис. Там располагается космическая станция, несколько экспедиций, огромное количество научных трудов, лабораторных опытов, анализов засушенных образцов этой самой субстанции океана. И ничего. Одним из первых Лем ставит вопрос о психологическом шоке, который ждет человечество в космосе. Мы встретим что-то нечеловеческое, абсолютно нам чуждое. И не потому чуждое, что оно нападает на нас с каким-то местным автоматом в руках, а именно настолько чуждое, что человеческая психика отказывается это принимать. Ну и в результате всеобщая депрессия. Станцию решают снять с орбиты, эвакуируют почти всех исследователей. Там остается три таких угрюмых космических волка, ученых до мозга костей. Ну и на станцию прибывает с такой экспертной миссией землянин, психолог Крис Кельвин, который должен понять, ну что, оставить там троих, снять станцию с орбиты, деньги не тратить, завершить эпоху соляристики и так далее. Конечно, те, кто сейчас любит «Солярис», в основном любят фильм Тарковского, экранизацию. Хотя она очень отличается от текста книги. И Лему, кстати, не нравилась интерпретация Тарковского, но и не понравилась потом и западная интерпретация, конечно, тоже. Тарковский добавил в фильм тему отношения отца и сына, отношения поколений в семье. Хотя, в принципе, «Солярис» позволяет такую трактовку. Основное там – это внутренняя сущность человека. Но зато экранизация была более сюжетна, там ярче была любовная линия. Книга на этом форуме, субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok субтитры создавал 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 DimaTorzok но парадоксальным образом чуть не погубив корабль Перкс доказывает обратное что роботов в космос пускать нельзя наша позднесоветская экранизация на мой взгляд была неудачная опять переборщили с ужасами отрывались у этих роботов в кисти рук, становились видны эти начинки с проводами, хотя у лемовских роботов нет начинки с проводов. Но, тем не менее, история драматическая, все запомнили. А я люблю совершенно другие рассказы. Опять я очень люблю первый рассказ и последний. Первый рассказ – это такая студенческая новелла. Пиркс отправляется в первый испытательный полет на маленьком одноместном кораблике. Он должен совершить несколько простых операций, выйти на орбиту и так далее. Но опять вмешивается роковая случайность. В звездолёт пробирается муха, обычная земная, мерзкая навозная муха. А с крышки, которая прикрывает панель управления, сползает плексигласовый колпак. Оголяются провода высокого напряжения. Муха умудряется сесть на один провод, пытается переползти на второй. Короткое замыкание, свет гаснет. Аварийная система не включается, поскольку трупик мухи остался между проводами. На работу стационарной системы не хватает энергии. И Пиркс оказывается в неуправляемом космическом аппарате, который уже вошёл в зону притяжения Луны. И поверхность планеты он должен разбиться и погибнуть. Каким способом Пиркс спасает себя и корабль, это невозможно описать. Это не входит ни в какие учебники. Но он спасает себя и корабль. И смертельно измученный, слегка раненый, появляется на родной планете, на космодроме. Точнее, пытается совершить посадку. И вдруг экраны гаснут. А сзади открывается дверь, которой быть не может. И обнаруживается, что этот полёт был симуляционным на тренажёре. Но сам космонавт об этом не знал. И он реально пережил всё, что с ним приключилось. Как будто это было по-настоящему. А рядом летел его однокурсник, первый на курсе, отличник, Бёрстон. И вот Бёрст, судя по тому, в каком состоянии его извлекают из этого тренажёра, ничего сделать не смог. И таки врезался в Луну. Такая вот история. Ну, а последний рассказ о Нанке. Это совсем другой случай. И это вот опять всё те же размышления человека о том, лема о том, пригодна ли человеческая психика к функционированию в космических условиях. Рассказ уже об эпохе массовой колонизации Марса. Растут человеческие станции, поселения на планете. Они требуют громадных запасов еды, воды, оборудования. Планета ещё не терраморфирована, жить на ней тяжело. И для снабжения земной колонии строятся статысячники гигантской величины звездолёта, которые строятся даже не на Земле из-за своей массы, а на околоземной орбите. И затем уже только летают в дальнем космосе. Но на Марсе садиться можно, там силы тяжелости меньше. И Пиркс, который прилетел на Маркс на своём небольшом грузовом кораблике, получает возможность присутствовать на эпизоде приземления, примарсения вот этого первого гигантского корабля. Корабль возникает на горизонте, сначала в виде точки в небе, потом становится видна вся его масса. Это такая ослепительная серебряная сигара. Он идёт на автоматах, на автоматической посадке, идёт идеально романно и должен приземлиться в строго запланированном месте. Со станции на Марсе идут переговоры с экипажем, всё нормально, на связи командир корабля, даже какие-то шуточки, ложитесь аккуратненько в амортизационное кресло и спускайтесь. И вдруг на какой-то минуте всё в мгновение око меняется. Сигара корабля до этого великолепно центрованная начинает колебаться. В наушниках хрипы, крики, не поймёшь, люди кричат или это уже что-то ломается внутри. И спокойный голос автомата. Метеоритная атака, изменение режима, взлёт. Корабль пытается совершить технически невыполнимый манёвр из состояния посадки, перейти в состояние взлёта, при этом теряет балансировку и падает уже мёртвой железякой. Все разбиваются, грузы искорёжены. Всё это происходит вблизи космодрома. Туда тут же выезжает спасательная экспедиция, но спасать там некого. И, в общем, что произошло, никто не понимает. А на подлёте второй такой же корабль, он должен приземлиться через неделю. И далее ещё пять. Пока не выяснится, что произошло, им садиться нельзя. Остановить их тоже невозможно. В общем, создаётся смешанная комиссия. Часть людей на Земле, специалисты, с верфи, которая строила корабль. А часть людей на Марсе. И Пиркса, как пилота с большим опытом, который совершил множество приземлений, приглашают войти в состав этой комиссии. Ну и комиссия ведёт себя, как любая комиссия. Она собирается, обкладывается чертежами и по дистанционной связи с опозданием 8 минут, сколько идёт сигнал, начинает разбираться, как строился корабль, что там с компьютером и так далее. И Пиркса всё это очень раздражает, потому что он прекрасно понимает, что дело здесь не в технике. Корабль почему-то изменил режим посадки. Режим великолепно отлаженный, многократно записанный в памяти компьютера. Все нужные пломбы на местах. То есть изменить режим невозможно. В общем, какой-то взбесившийся компьютер. Откуда эта метеоритная атака? В общем, Пиркс начинает выяснять, как идёт программирование компьютера вот этих статичников на Земле. И обнаживаешься, что всё очень хорошо с массой систем, ступеней защиты. Корабль сначала, компьютер программируют там на верфи, а потом запускают на обучение. То есть компьютер, корабля гоняют на тренажёрах. Чувствую теперь кличку с первым рассказом. Лем любит такие вот кольцевые композиции. Ему задают самые немыслимые ситуации. Он миллионы раз садится в воображаемых самых разных планетах. И никаких сбоев быть не может. И тогда Пиркс спрашивает, а кто обучает компьютер? И выясняется, что да, за вот этой процедурой обучения на тренажёрах следит человек. И таких человеков очень мало. Их там буквально трое или пятеро, не помню. И это очень проверенные люди, великолепные специалисты. Все они бывшие пилоты, все сами садившись и так далее. И тогда Пиркс запрашивает конкретную информацию о человеке, который работал с компьютером разбившегося корабля. И вспоминает, что он этого человека знал лично, когда тот был ещё пилотом. И это действительно был очень хороший пилот, очень грамотный профессионал. Но человек, в общем, неприятный. И такой педант, сухой, очень строгий. Никто не любил с ним летать. Он без конца ко всему придирался. К каждому пятнышку на поверхности, к каждому предмету, лежащему не на месте, на корабле и так далее. Поэтому все с облегчением вздохнули, когда его списали на Землю. И он стал консультантом на этих верфях. Но Пиркс интересуется дальше, за что он был списан. За плохой характер из космоса не удаляет. Этих сведений ему не дают. Это секретная медицинская информация. Но он вспоминает, как однажды случайно в кабинете врача он видел историю болезни, медицинскую карту этого человека. И там ему бросилась в глаза фраза «ананкастический синдром». Отсюда Ананки, богиня судьбы, в названии повести. Этот человек относился к довольно распространенному типу людей, которые мы называем по-разному. Педанты, отличники, перфекционисты. Это люди, которым обязательно все надо делать не просто хорошо, а идеально, без малейшей ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова